Что случилось в Чувашском государственном академическом ансамбле песни и танцы? Поскольку уже несколько дней во всех средствах массовой информации идет сокращение, то есть уже сократили оркестр народных инструментов в Чувашском государственном академическом ансамбле песни и танцы. То есть полностью ансамбль остался без оркестра. Я проработал в этом коллективе с 2006 года. Я не помню, сколько лет назад, но был назначен исполнять обязанности министра культуры, сюда Казатин Геннадьевич Яковлев. Какое-то время он просидел исполняющим обязанности, потом его назначили министром. Вступив в должность министра, он решил, что ансамбль занимается не тем, чем должен заниматься. У него была идея фикс, что надо зарабатывать деньги, и то, что академичность и профессиональная культура никому сейчас не нужна. Надо сделать шоу яркое, красивое, быстрое, дешевое, чтобы зарабатывать деньги. Вот, и он решил, значит, из нашего ансамбля сделать вот такую шоу-группу, в общем-то, по большому счету. Но здесь возникла проблема. У нас руководитель, художественный руководитель, в настоящее время главный дирижер, и он не согласился с политикой министра. Тогда они начали его потихонечку выживать. Сначала намекали, потом предложили написать заявление по собственным желаниям. Оркестр тогда, всем составом практически, встал на защиту художественного руководителя. Министру, конечно, это же не понравилось. После этого мы написали открытые, ну, не открытые, как это называется, не открытые, конечно, письма от коллектива. Коллектива в главе республики, в общем, во все инстанции, куда можно было, чтобы не трогали и не вмешивались во внутреннюю художественную политику коллектива. На что получили ответы, что все хорошо, все прекрасно, причем ответы были от мини-культуры Российской Федерации, что никакой реорганизации и ликвидации коллектива не будет. Сейчас вот, 26 июня, Яков пришелся и сделал нам уведомление о сокращении полностью оркестра народных инструментов в составе Чувашского государственного академического ансамбля песни и танцев. Было 10 человек, стало 6, и вот эти 6 идут по сокращению, то есть все вообще оркестра нет. Нужен ли вообще Чувашскому народу вот такой государственный, академический ансамбль песни и танцев, какой он должен быть с оркестром, с хором и с балетом? Или Чувашский народ не достоин просто такого, наверное, коллектива? Вот и все, что я думаю по этому вопросу.